Здравствуйте, вы на канале ТБ7, это спортивная Украина и мы сегодня поговорим о боксе, так как 31 марта пройдет супер вечер на стадионе Миллениум в Кардифе, пройдет два поединка тяжеловесов. Самым главным событием вечера это будет противостояние Энтони Джошуа против Джозефа Паркера, где будут разыгрываться все пояса чемпиона мира, кроме WBC, которым владеет Диантей Вайлдер, американский тяжеловес, который буквально месяц назад разобрался с Луисом Ортизом, кубинским Кинг-Конгом, который никогда не проигрывал до этого. Вайлдер его нокаутировал и в итоге американский бронзовый бомбардировщик обладает супер серией, супер рекордом, по-моему 36 боев, 35 нокаутов. Но мы перейдем все-таки к боям, которые пройдут на Миллениум и является не главным событием, но вторым по значимости это противостояние Александра Поветкина и Дэвида Прайса. Значит, Поветкин это боксер из России, олимпийский чемпион 2004 года, который проигрывал единственный раз только Владимиру Кличко в Москве, когда, как вы помните, по очкам он проиграл, но три раза был на конвасе. И после этого он провел пять боев, все одержал победы, но у него был допинговый скандал, буквально год назад у него нашли мельдоний в определенных количествах. Из-за этого Дентей Ваудер и еще один боксер отказались с ним проводить встречи, и ему пришлось своего рода снова боксировать мешками. И он победил двух человек, один из них это Александр Руденко, ну я не сказал, что он мешок, но он не выдающийся боксер из Украины. Он победил по очкам, и у Хаммера немца он победил также по очкам, и это навело на определенные выводы в мире бокса, так как до этого у него были победы нокаутом, а тут вдруг, когда за ним начали следить, последние два боя были одержаны победы по очкам. Что касается его соперника, Дэвид Прайс это участник Олимпиады 2008 года, он бронзовый призер, изначально он был очень серьезным проспектом, многие ставили на него, он очень высокий боксер, 203 см рост, очень массивный, огромный и якобы техничный. Но так вышло, что он столкнулся с Тони Томпсоном, и это, кстати, соперник, который тоже с Владимиром Кличко пройдет два боя, очень напряженных, и первый дал все очень тяжело Владимиру, а второй уже Владимир разобрался с ним достаточно уверенно. Так вот, в общем, Тони Томпсон, когда ему было уже 41, против молодого Прайса, в первом бою нокаутировал во втором раунде. В дальнейшем был реванш, и Дэвид Прайс был уверен, что он возьмет реванш у старика, и снова он проиграл, на этот раз в пятом раунде техническим нокаутом, и после этого начали Дэвида Прайса списывать. И так вышло, что кроме этого он проиграл еще дважды, тому же Хаммеру немцу, которым Паветкин проводил в прошлом году бой, и еще проиграл еще одного боксера. Соответственно, проблема Прайса – это не крустальная челюсть, как многие думают, а именно выносливость. При своих габаритах и технике он так выходит, что выдыхается уже где-то после третьего раунда. То есть после третьего раунда он почему-то ему не хватает визо, и соперники становятся быстрее его, попадают больше, и он проигрывает. Чтобы вы понимали, последний бой он проводил с Ковальски, это польский боксер, это абсолютный Джорни Мэн, у которого больше 10 поражений. И бой происходил в формате до 6 раундов, и так вышло, что вот этот Джорни Мэн гонял Прайса, и Прайс при своих габаритах не мог его сдерживать на дистанции. И так вышло, что он выиграл по очкам, Дэвид Прайс, но зрелище было для многих зрителей бокса очень удивительно было, когда есть фавориты, которые реально убегают от своего оппонента. Так вот, из-за вот этих моментов, из-за того, что Поветкин проигрывал всего лишь один раз и Владимиру Кличкову, у Поветкина очень сильный удар, у Поветкина лучшая техника, скорее всего. А Дэвид Прайс, несмотря на то, что он больше в габаритах, он не умеет пользоваться, держать соперника на дистанции. Именно из-за этого букмекеры дают на победу Поветкина 1,8, а на победу Прайса больше 10. То есть в процентном соотношении 97%, что выиграет Поветкина, и 3% отдают Прайса. Но все равно бой должен быть очень интересным, потому что все-таки это тяжеловесы, это WBA International, то есть это бой контендерный. То есть кто его побеждает, тот, скорее всего, становится следующим претендентом на пояс WBA. А теперь переходим к главному бою вечера, это Энтони Джошуа, это человек, который провел все поединки и все закончил нокаутом. Тот человек, который провел последний поединок с Владимиром Кличко, для Владимира Кличко, и нокаутировал его в 11-м раунде. Хоть и в 7-м раунде, кстати, был в нокдауне от Владимира. Вот, и поэтому этот бой максимально интересен. Тут разыгрываются все пояса, потому что Джозеф Паркер, он чемпион, это новозванский боксер, который до этого никогда не проигрывал, который владеет одним из поясов. И вот сейчас это объединительный бой. Энтони Джошуа получит за этот бой больше 10 миллионов фунтов, Паркер около 5-6, то есть большие гонорары. То есть для сравнения, чтобы вы понимали, Василий Ломаченко, самый техничный боксер 2017 года, pound for pound, получил за бой с Ригонда всего лишь 1,2 миллиона долларов. То есть, а тут разыгрывается больше. Вот, и ставки большие. Джозеф Паркер, очень неплохой боксер, но, как по мне, безударный. То есть три последних поединка он победил по очкам. До этого, единственное, до этих трех он победил нашего бывшего соотечественного Александра Дмитриева, который сейчас выступает под флагом Германии. Он его наокутировал в третьем раунде. После этого было три серьезных боя, где он побеждал по очкам. У него очень хороший блок, крепкая голова, и его трудно свалить. Вот это его плюс. Но сильным ударом он не обладает, и по габаритам он намного меньше, чем Энтони Джошуа. Энтони Джошуа прекрасный боксер, он чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Он очень атлетичный, очень мощный. Единственное, вот у него после шестого раунда может тоже быть физо, но не так, как у Прайса. Он все-таки может после десятого найти второе дыхание. И как вы помните с Владимиром, он включился в десятом-одиннадцатом раунде и победил нашего великого чемпиона. Вот, соответственно, в этом бою на котировке 1-12 на Джошуа и 7-5 на Джозефа Паркера. То есть тут тоже есть явный фаворит. Но, исходя из этого, я думаю, что можно попробовать поставить, что бой затянется, что Джошуа не одержит победу в первых 6-7 раундов. Тут уже коэффициент побольше, тут уже коэффициент в районе 1,6-1,7 в зависимости от разных букмирских контор. То есть, если вы поставите 100 гривен, вы увеличите до 170, если бой продлится больше 6,5 раундов. Это как вариант. Но в любом случае, тут дело не в ставках, а дело в том, что очень интересное событие будет 31 марта. В субботу вечером два боя тяжеловесов, и это очень значительное событие. Я думаю, что в любом случае, даже если вы просто любитель бокса, вы получите истинное удовольствие от этих поединков. Вы были на канале «Спортивная Украина», канал ТБ7. С вами был Максим. Всем пока-пока.